Биоинформатика может посчитать, как появилась жизнь? Нет, это не вопрос биоинформатики, это вопрос всё-таки к экспериментальной биологии, такой биохимии. То есть обратную какую-то алгоритм? Нет, я сейчас скажу, что биоинформатика может. Значит, это вопрос к биохимикам, и они этим успешно занимаются. Есть чудесная книжка, я всегда рекламирую тоже, Михаила Никитина «Происхождение жизни» по-русски. Вот там все самые современные по этому поводу соображения и экспериментальные данные имеются. Там, в общем, в первом приближении даже понятно, как это могло бы быть. И какие-то этапы этого в пробирке воспроизведены. Что биоинформатика может, она может прикинуть, как был устроен… Она две вещи может. Первая, она может прикинуть, как был устроен последний общий предок всех живых существ современных. То есть он не был первым живым существом, до него тоже была целая история, но вот это наш последний общий предок для нас – кишечные палочки. Это одноклеточная, да? Это одноклеточная, несомненно. У него не было никакого ядра. У него же был там генетический… Вот основные генетические механизмы у него были те же самые. Там скорее интересно, как у него была биохимия устроена. Потому что основная генетика была та же самая. Транскрипция, трансляция, основные процессы уже все к этому времени устаканились. Это одна вещь, которую можно сделать. Но дальше, если мы включаем еще вирусов, то, по-видимому, мы можем смотреть немножко глубже. Опять-таки есть другая чудесная книжка «Логика случая» Евгения Викторовича Кунина. Ее лучше читать по-английски. «The logic of chance». Она, по-моему, доступна в интернете. Но можно читать русский перевод. Там проблема с переводом, что разные главы переводили разные люди. И не было одного редактора. Такой был комьюнити-проект, когда просто люди собрались и перевели. Потому что книжка очень хорошая, и всем хотелось. Но из-за этого, скажем, терминология просто не везде выровнена. Но можно по-русски, не страшно. И с вирусами можно залезать немножко глубже. Потому что, например, когда мы глядим на вирусов, то становится совершенно понятно, что сначала была РНК, была РНК, а потом была ДНК. У меня иногда такое ощущение, что этот подкаст, собственно, я завёл, чтобы рассказывать истории из детства. И вот одна из них. И начинается философский вопрос, кто сапиенс, кто не сапиенс. Что мы за это время наэволюционировали? Монетарии вообще очень нервничают, когда термин «отбор» применяется к человеку. Они сразу начинают говорить «фашизм», «фашизм». В эволюции основной движущий механизм – это половой отбор, так? Половой отбор – это то, что говорят, когда невозможно придумать никакой другой причины для этого. И у нас настал какой-то урок, посвящённый половому воспитанию. О чём речь вообще? Человек – это биоробот. Известно, что люди рождаются недоношены. Это человек будущего. ДНК изобрели вирусы. В общем, опции были. Мало того, что все клетки разные, если мы придём сейчас на них посмотрим, но они ещё все выросли из одной и той же, из абсолютно одинаковых клеток, не отличимым друг от друга. Привет, это проект «Основы». Меня зовут Борис Веденский, а у нас в гостях сегодня Михаил Гельфант, доктор биологических наук и биоинформатик. Да. Здрасте. Добрый день. Потираю. Это знаете, как… С какой стороны подступиться? Что вы там под столом потираете? Мне просто интересно. Ой, ну вот сразу началось. У меня иногда такое ощущение, что этот подкаст, собственно, я завёл, чтобы рассказывать истории из детства. И вот одна из них. В восьмом классе мы учились биологии, и у нас настал какой-то урок, посвящённый половому воспитанию. Значит, у нас была учительница, взрослая советская нормальная учительница, которая сказала, так, ребята, мы сейчас с вами посмотрим фильм, ну, видимо, тоже какой-то советский фильм, в котором всё рассказано. Но сделаем это следующим образом. У меня два фильма. Один для девочек про девочек, второй для мальчиков про мальчиков. Ну, разумно. И я не хочу, чтобы вы… Да, я не хочу, чтобы вы смотрели это одновременно. Тоже разумно. Она не объяснила, почему. Нет, тоже разумно. Ну, допустим. И сказала, вот сейчас на уроке девочки посмотрят свой фильм, а вы, ребята, идите погуляйте. Мы такие, о, классно. Не надо, значит, идти на уроке, мы пошли гулять. Но приходите после уроков, и мы с вами посмотрим ваш фильм. Мы такие, ну, супер. Значит, мы ушли, что-то там поделали вместо уроков, вернулись после шестого. И она сказала, ой, ребят, вы знаете, мне домой пора. Я пошла. Девочки всё знают, а вы теперь так ничего и не знаете. Да. То есть это могло бы быть истории про какую-то подростковую сексуальную травму, но на самом деле это про уровень моего владения биологией. Ну, начну прям сразу, чтобы не скрываться с тупого. Вот ДНК и геном – это примерно одно и то же? ДНК – это молекула, и это, вообще говоря, химический термин. Дезоксирибенуклеиновая кислота. А геном – это термин такой, скорее, компьютерный. Это совокупность того, что в ДНК записано. ДНК – это физический, ну, как текст и книга. Вот книга – это физический объект. А роман «Война и мир», он существует, так сказать, там, в книге, в компьютере, где угодно. Вот. Я бы считал, что отношение ДНК и геном – это примерно такое, как вот между книгой и романом. Это хороший, на самом деле, вопрос. Ведь обычно это употребляют через раз, не задумываясь. Но вот если задуматься, то я бы считал, что так. Ну, то есть, когда говорят, вот этих двух людей геном одинаковый, геном похож или ДНК похож, это примерно одно и то же имеет в виду. Ну, это означает, что да, что последовательность нуклеотидов ДНК похожа. Если мы говорим, что геномы похожи, то это означает, что да, информация, записанная в этой ДНК, у этих людей примерно одинаковая. Ну, в принципе, это одно и то же. В общем, это такое, так сказать, это волосики поперёк, вдоль резать, это такое различие немножко философское скорее. Ну, хорошо. Если так замечательно, что вы биоинформатик, поэтому я могу вам задавать вопросы с точки зрения программиста. Да. Эту сторону я немножко понимаю. Но последний раз, последнюю строчку кода я написал больше 20 лет назад, на всякий случай, чтобы понимать. Я тоже. Кстати, если вы хотите задать нашему гостю вопрос из чатика, вы можете пойти по ссылке и поддержать нас на Boosty или Patreon, получить доступ к такому чатику. Если в метафорах программирования, то геном – это такой длинный массив чисел? Букв. Букв. Просто строка. Строка в алфавите из четырёх символов. Но эти буквы могут примять одно из четырёх значений, правильно? Ну, строка в алфавите из четырёх символов, да. Из четырёх символов, понял. Ну, то есть, по сути, это не бинарный код, а четырёх, ну, короче, в четырёчной системе исчисления. Ну, можно так считать, да. Можно превратить в бинарный, просто каждую букву расщепить на две позиции, пожалуйста. Другая вещь, которую я слышал про ДНК, что это не просто массив информации, скажем так, но это ещё и самозапускающаяся, что ли, программа. Там есть две истории. Значит, обе содержательные. Значит, первая история, что да, что это программа, которая себя запускает. Вообще говоря, того, что записано в геноме, достаточно для того, чтобы воспроизвести организм. Ну, был такой опыт. Брали бактерию, просто полностью разрушали её собственную родную ДНК, запускали в неё ДНК другой бактерии, близкородственной. И всё работало. И работало как, в смысле? Ну, просто она там росла, делилась, всё, можно сказать, новое, да. Вот мы получили фактически... Вот дальше начинается философский вопрос. Вот этот вот объект, который мы получили, он относится к какому виду? К тому, который был сначала, или к тому, чью ДНК запустили? Видимо, надо считать, что к тому, чью ДНК запустили. Второй опыт из той же группы. Тоже берём такую же бактерию, того же вида. Опять удаляем у неё своё собственное ДНК и вставляем у неё ДНК просто искусственно синтезированную. Она не получилась копированием предсуществующей молекулы ДНК, которая жила в материнской клетке. Она была целиком синтезирована в пробирке. И это к вопросу о том, что это программа, которая сама себя запускает. Вот. Было в своё время такое упражнение, такой тест на всяких собеседованиях для программистов. Напиши программу, которая сама себя печатает на любом языке, на каком хочешь. Не читай ничего из файла. Ну, понятно, что это такая тривиальная вещь, это прочитать из файла и записать файл. А просто вот напиши программу, текст которой... Вот ты её запускаешь, и в качестве выхода выходит текст этой программы. Никакого чтения из файла там при этом нет. Она не может прочитать сама себя. То есть к этой программистской метафоре есть два биологических ограничения. Первое понятное. Нужно железо. Железо. Но программа должна работать... Ну, компьютер нужен, да? В клетке точно так же. Чтобы ДНК начала работать, есть большое количество там молекулярных, значит, разных молекул, там, белков, ещё чего-то, которые эту программу реализуют. Они там вот куда-то садятся, там ползут, копируют, что-то такое считывают. Это такая базовая молекулярная биология. Её в школе, по-моему, даже проходит уже. Но не уже, а ещё скорее. Более тонкая вещь, что всё-таки это сложнее, чем просто строка символов. Потому что в реальности оказывается, например, что просто если молекула ДНК из нашей клетки, ну, вот, вашей или моей, вытянуть в длину, то это там 2 или 3 метра, я не помню. А упаковано это ядром в ядро диаметром несколько микро, что довольно плотненько. И оказывается, что работа этой программы зависит не только от того, что написано как линейная строка, но и от упаковки. Ну, грубо говоря, там, где упаковано плотнее, там гены молчат. Там есть инструкция, которая позволила бы этому гену работать, но ДНК в этом месте плотно упаковано. Вот сейчас в данном случае существенно, что ДНК, потому что речь именно о молекуле. Она в этом месте плотно упакована, и эти гены молчат. Потом там что-то с клеткой случается, значит, ДНК распускается. Отдельный интересный вопрос там, что причина, что следствие, как это устроено, очень тяжёлый. Ну, там, мы, в частности, пытаемся это понять немножко с коллегами. А там ДНК распускается, и гены начинают работать. Вот к ним подлезают белки, которые осуществляют, значит, всё вот это считывание. А пока было упаковано, они просто физически не могли туда проникнуть. Ну, то есть, часть ДНК заархивирована? Ну, фактически это означает, что да. Фактически это означает, что она заархивирована, но компьютерное архивирование – это такие изменения самой строки сжатия. А биологическое архивирование – это просто чисто физический процесс. Вы просто плотнее сжимаете комок, и он снаружи становится недоступен. Ну, то, что я сейчас рассказываю, это карикатура, естественно, но оно примерно так. С компьютерными метафорами надо чуть-чуть осторожнее. А немногие из них годятся для объяснений, но если увлечься, то можно объяснить не так, как на самом деле. А в гигабайтах там сколько примерно информации? Ну, я сказал, вот у нас с вами 3 миллиарда букв. 3 миллиарда букв по 4 варианта. По 4, по 4, ну, по 2 бита, да. Вот. Ну, плюс какая-то вот пространственная информация, но которой, видимо, не очень много. Пространственная информация? Ну, вот про то, как упаковано, например. А, это же надо пощипать. Ну, это что же надо пощипать? Нет, ну, если по-хорошему, вот если вы хотите… Значит, были такие люди, которые там в свое время любили оценивать информационную сложность генома, чтобы это не значило. Вот, но по-хорошему вы должны учитывать не только информацию вот эту линейную, там, просто в битах, что легко, а еще по-хорошему вы должны учитывать, например, информацию об упаковке, которая уже не очень понятна, как оцифровывать так на самом деле. Ну, в том числе, что это комбинаторика, да, может быть, по-разному расставлена. Она может быть по-разному упакована, конечно, так сказать. Нет, есть же основной парадокс, который стоит в том, что в разных клетках геномы одинаковые, клетки разные, да, там, нейрон не похож на миоцит, а миоцит не похож на, там, клетку печени. Первоначально оплодотворенные яйцеклетки, они все были одинаковые, после первого деления они были одинаковые. И вот две клетки, которые после первого деления случились, они друг от друга никак не отличимы. И более того, там, в несколько первых делений все абсолютно одинаково, и на этом основано, в частности, всякое генетическое тестирование эмбрионов, потому что, если вот вам нужно проверить эмбрионы, но не в маме, в маме вы не доберетесь, а те, которые экстракорпоральные, вот ЭКО, то эти геномы, вообще говоря, можно просто проверять, скажем, на наличие каких генетических дефектов, в следующем способе отщипают одну клетку и смотрят, есть в ней дефекты или нет. И на развитии эмбриона это никак не сказывается. Это не то, что вот вы отщипнули клетку, которая будет предшественником правой ноги, и ребеночек родится без правой ноги, потому что у него не было вот этой клетки, из которой правая нога должна вырасти. Не так. Они все одинаковые. А потом все-таки у него получается там правая нога, левая рука, там печенка, селезенка, мозги какие-никакие. То есть мало того, что все клетки разные, если мы придем сейчас на них, посмотрим. Но они еще все выросли из одной и той же, из абсолютно одинаковых клеток, неотличимы друг от друга никаким способом. Ну и там, получается, есть... И это получается, потому что включается и выключается. Потому что есть программа развития, потому что включаются и выключаются разные гены в разное время. Что означает, что ген включился? Это означает, что он начал продуцировать белок. Ну что, не ген начал продуцировать белок, а вот клеточное железо начало исполнять инструкцию, которая записана в этом гене. Вот она раньше не исполняла, а потом, значит, там наступило время, когда надо эту программу исполнять. По какому-то внешнему, так сказать, по какому-то внешнему сигналу или по какому-то ещё. Это тоже записано в геноме, потому что, как мы узнали, порядок исполнения, да. Как мы узнали, что надо исполнять следующую инструкцию? Ну, потому что поменялась концентрация какого-то белка, который создали на предыдущем шаге. Это круто. Есть целая наука замечательная, когда люди рисуют вот эти взаимозависимости генов. Какой белок регулирует работу каких других генов? А те гены, продукты тех генов, в свою очередь, белки, которые записаны в тех генов, в свою очередь регулируют работу каких-то ещё. И есть такие большие схемы, значит, вот кто кого регулирует. Много поколений аспирантов на этом защитилось. Или там померло, я не знаю, в зависимости от того, как им повезло. Есть там схема развития заворотов шедрозофилы. Значит, выглядит это на глаз, как схема старого телевизора. Вот раньше, когда ещё телевизоры чинили, такое было занятие. Специальные мастера приходили чинить телевизоры, там лампы меняли, вот это всё. Значит, каждому телевизору прилагалась такая большая схема, значит, с лампами, конденсаторами и всем прочим. Никаких плат не было, лампы были такие, их втыкали. Какая штука у меня была такая, ну окей, хорошо. Вот, ну неважно, вот. И, соответственно, вот стрелочки, значит, как провода идут. Вот это очень похоже на схему генетической регуляции. Ну, там тоже сидят гены, а стрелочки показывают, кто кого регулирует. Биоинформатик, он какой тип операции может с генами производить? Да, поглядеть глазами. Какие задачки вы решаете? Вот, нет, значит, операции с генами производят экспериментальные биологи, гены-инженеры. Да, вот они берут, там какой-то ген мутируют, смотрят, что получилось, какой-то ген вообще вырезают, смотрят, что получилось, там какое-то вставляют, смотрят, что получилось. Это операции с генами, которые делаются экспериментально. А биоинформатики могут только разглядывать результаты этих манипуляций и над ними медитировать. Ну, во-первых, есть задачи чисто алгоритмические. Как все это хранить, ну, даже технически, как все это хранить, потому что это на самом деле геном-то это, там, 3 гига, это не безумно много. Но экспериментальных данных гораздо больше, потому что, когда вы там читаете, ну, пытаетесь прочитать новые геномы, или когда вы смотрите, как гены работают, то вы генерите, там, в 10 раз больше последовательности, чем в конечном счете у вас будет в этой строке. Просто так эксперимент устроил. Вот. Значит, есть всякие задачи, вот чисто алгоритмические, да, когда у вас есть такие объемы информации, вам нужны хорошие, эффективные алгоритмы, ну, просто сравнение строк. Да, вот банальная вещь, когда у вас есть, там, геном и маленький фрагмент этого генома, и вы хотите этот маленький фрагмент посмотреть, откуда он взялся, ну, вы берете, что вам нужно, маленькую строку надо прогнать против большой. И объемы такие, что, ну, там приходится очень серьезно думать, чтобы это было за реальное время. Ну, то есть это обслуживание, извините, этого слова. Ну, это алгоритмическая, это хорошая, тяжелая алгоритмическая биоинформатика. Она, так сказать, обслуживание в том смысле, что она продуцирует исходный материал для следующего, так сказать, этого самого слоя биоинформатиков. В этом смысле это обслуживание, но без них ничего не было. Да, просто невозможно было бы работать. Вот. А дальше биоинформатика – это набор приемов для того, чтобы заниматься биологией. В этом смысле науки биоинформатики нету, так же, как нет науки плотницкое дело. Да, есть мастерство. Да, вот есть какой-то набор приемов, которым ты владеешь и можешь отвечать биологам на вопросы, которые их интересуют. Да, так же, как у плотника есть набор приемов, он там может построить такой домик, другой домик. Ну, например. Зависит того, сколько у него инструментов. Ну, то есть, сначала, там, где-то в 80-х люди просто поняли, что есть вот новый тип данных, и начали все со своих наук приходить и пытаться с ними что-то делать. Вот кто-то смотрел там, применял там лемпеля Зива и смотрел, какие участки плотнее архивируются в них там типа меньше информации, какие плохо архивируются в них там типа больше информации. И вот разрисовывали геномы, вот, так сказать, вот, там, лучше, вот, там кто-то приходил с какими-то статистиками пытались применять, да, но вот у кого что было, значит, те с тем приходили. Это такая была немножко детская, значит, эпоха, но я, собственно, тогда начинал, было довольно прикольно. Вот. А биологи на это смотрели, такие настоящие вот экспериментальные биологи, на это смотрели как там детскую песочницу, еще с какими-то непонятными игрушками. Зачем это надо, непонятно, но вроде как во всем мире принято, чтобы информатики какие-то были. Ну, давайте у нас тоже будут информатики, вот как-то вот. Вот в программе геном человека, еще советской, была секция биоинформатики, там было две секции биоинформатики и этики, которые были сделаны только потому, что во всем мире так принято. Вот. Никакой содержательных вопросов не возникало. Благо и денег много не надо было. Вот. А потом оказалось, где-то к концу 80-х, на самом деле, самая первая работа содержательная, когда из биоинформатики получилась нетривиальная биология, и это была статья, по-моему, 83-го или 84-го года, когда оказалось, что вирус, вызывающий инфекционный рак у птиц, имеет ген, очень похожий на нормальный совершенно ген человека, который работает всюду. И вот эта вот теория, что рак – это взбесившиеся родные гены, и в том числе инфекционный рак, да, вирусный. Инфекционный – это передающийся, что ли? Передающийся. Передающийся рак. Бывает, ну, бывает, конечно, почему-то, и саркома, саркома-рауса, по-моему, называется, вирус саркома-рауса, да, попадает в птичку у нее, получается, рак. Не бывает. Нет, ну, хорошо, вирус папиллома человека, он не является прямым передатчиком рака, но он рак довольно сильно, рак этой самой шейки матки, довольно сильно провоцирует. И вот оказалось, что вот есть ген вируса, а есть ген человека, и они очень похожи, явно имеют общее происхождение, но это было существенно. Да, для понимания вообще там, откуда рак взялся, это природа рака и все прочее. Да, что вот раковые гены – это там взбесившиеся гены человека. Про это много говорили, и там были много экспериментов, но это было такое красивое еще эволюционное доказательство. Вот, это был, по-видимому, самый первый пример, когда из информатики получилась такая экспериментальная биология нетривиальная. Предыдущий пример был, он чисто эволюционный, да, когда там начали в конце 70-х уже, была первая биоинформатическая работа, которая довольно сильно перевернула, довольно сильно, просто кардинально перевернула наше представление о родстве разных организмов. Значит, потому что были такие архибактерии, про которые считали, что они бактерии только очень странные. Но бактерии. Значит, пришел Карл Вёза и показал биоинформатическими, в том числе методами, что это просто вообще отдельная большая область жизни, которая от бактерий, как минимум, так же далеко, как и мы от бактерий. Вот. Что это не странные бактерии, а это просто вот что-то совсем-совсем очень глубоко другое. Что самое первое деление, вот от общего предка, самое первое деление, это на бактерии архей, а потом уже вся остальная история. Продолжение это, это конец 70-х. Это такая первая биоинформатика, вот не для цели экспериментальной биологии, а для цели понимания эволюции. Ну, то есть, они просто два массива сравнивали, да? Они сравнивали, ну, они сравнивали последовательности, да, и убедились, что есть один кластер и другой кластер, грубо говоря. Я сейчас вернусь к современным задачам, но просто вы спросили немножко глубже, ну, там, этот вопрос оказался немножко глубже, чем можно было. Так бывает, когда начнешь говорить, а потом по дороге что-то соображаешь. Вот. Значит, история с археями, чтобы уже два раза не вставать, закончилась, на самом деле, замечательно, потому что оказалось, что вот мы с вами, да, то есть люди, существа, у которых клетки имеют ядро, то, что мы являемся, на самом деле, химерами из археи и бактерий. Вот наш ядерный геном имеет архейное происхождение, а, значит, у него есть компоненты бактериальные, которые случилось, когда какая-то архея заглотила бактерию, но не съела, а оставила у себя жить в качестве симбионта в клетке. И вот так получился первый одноклеточный эукариот. Там потом у него возникло ядро, вот, и более того, уже недавно, там, несколько лет назад, там, это, долго спорили про это, потому что там, ну, пытались какого-то предка найти архейного нашего. Вот несколько лет назад нашли группу архей, которые, таки, действительно, по-видимому, являются, там, очень близкими родственниками вот нашего этого архейного прадедушки. Круто. Вот, да, нет, это такая забавная история. Вот, значит, про современные задачи, да, вот, а где-то, ну, видимо, где-то в середине 90-х стало безумно модно глубокое обучение, нейросетки, все такое. Логично. Там есть нейросетками, есть, так вот, два способа с ними обращаться. Есть какие-то конкретные задачи, где нейросетка нужна просто как распознающий алгоритм. Сегментация изображений какая-нибудь классическая, которая, ну, так, можно обсуждать, это входит в биоинформатику или нет, но задача сегментации изображений в биологии дофига, молекулярной. Ну, просто клетки есть, там, срез какой-то, вот, их надо отсегментировать. Сегментация, в смысле, найти, где что? Ну, да, ну, да, но у вас есть, там, гистологический срез, там много-много клеток, там, в них ядра какие-то, и вам нужно вот просто нарисовать черно-белую картинку, где что. А есть какие-то задачи, ну, там, медицинские, скажем, да, когда мы хотим предсказывать, там, будет человек отвечать на какое-то лекарство или нет. Какая конкретная опухоль, у нее там есть какие-то генетические изменения конкретные. Вот мы хотим сказать, вот, вот с этими генетическими особенностями имеет смысл этому пациенту давать это лекарство или не имеет, ну, так, условно говоря. И это такая, ну, практическое использование сетей, как всегда. Просто сетка, как мощный распознающий алгоритм, который вот для практической задачи, давайте мы его прикрутим. А есть, и это, видимо, специфика биологии с большой вероятностью. Мы берем задачу, которая практического смысла не имеет. Ну, а биологическое имеет такое реальное. Ну, вот, там, та же самая история, вот, плотность упаковки хроматина. Вот можем ли мы по последовательности угадать, какие участки будут упакованы плотно, какие нет? Ну, то есть, мы знаем, что в разных клетках это по-разному, но все-таки в разных клетках это похоже. Вот можем ли мы там, ну, там бывают такие более плотные клубочки, вот можем ли мы, например, по последовательности угадать, где будут границы этих более плотных клубочков. Там эти клубочки в одних клетках могут формироваться, в других они могут быть в этот момент распущены. Это неважно, но хотя бы принципиально. Где могут быть границы этих клубочков? Практического смысла в этом никакого нет, потому что проще сделать эксперимент и посмотреть. Содержательный смысл есть, потому что мы потом смотрим, а на что сетка глядела, когда пыталась это предсказывать. То есть, если нам удалось ее обучить, если она хорошо предсказывает. Давайте посмотрим, на какие фичи биологические, ну, там, на какие особенности последовательности, например. Ну, то есть, научимся у него. Она смотрела, да, вот чтобы делать свои хорошие предсказания. Там встраивают, как это, attention, встраивают слои, там, так сказать, ну, там куча, я не знаю всей этой науки, там есть какие-то специальные примочки, там специальные режимы обучения, значит, чтобы сетку заставить отсмотреть, чтобы понять, на что сетка смотрела. Там есть разные приемы. Вот. И отказывается, что вот оттуда вылезает куча какой-то неожиданной биологии, которую мы так вообще говоря не знали. Давайте про человека. И в Википедии пишут, что Homo sapiens, значит, где-то 40-50 тысяч лет примерно, да? Нет, погоди. Это какая-то ерунда, а? Именно sapiens. Ну, нет, погодите, sapiens это, я бы считал, что скорее ближе к миллиону, выделился как отдельная ветка. Начинается философский вопрос, кто sapiens, кто не sapiens. Ну, наверное, может быть так, да. Вот. Дальше мы примерно полмиллиона лет назад мы разделились с неандертальцами. И неандертальцы из Африки, наши предки остались, наши основные предки, скажем так, остались в Африке, а неандертальцы ломанулись в Евразию. Это примерно полмиллиона лет назад. Дальше там неандертальцы еще, предки, значит, вот эти, которые ломанулись, поделились на неандертальцев и денисовцев. Это какая-то отдельная история. вот, а дальше опять-таки наши непосредственные предки скорее 1070 лет назад, по-моему больше, чем 40-50 тоже ломанулись из Африки в Евразию то есть часть осталась у Африки, часть ломанулась вот, встретились здесь с неандертальцами с ними, там радостно гибридизовались и я там прочитал 100-500 лекций на ютубе про это они там все есть, чем позже, тем лучше потому что там наука все время добавляется там лекции пятилетней давности уже не такие интересные там не то, чтобы там что-то было прямо опровергнуто но просто там много новых интересных подробностей вот, поэтому там мы с неандертальцами ну в каком-то смысле один вид, потому что действие гибридизации там явно предъявлено в геноме и денисовцами тоже с другой стороны все-таки не совсем один потому что по-видимому вот от этих смешанных это происходило сплошь и рядом это гибридизации были там это не один эпизод на всю историю человечества их явно было много то есть они легко очень гибридизовались вот но при этом мальчики от этих браков получались по-видимому не очень фертильные и опять-таки это можно понять там глядя на геномы вот то есть по-видимому то наследство неандертальское генетическое которое там есть у всех европейцев и азиатов оно прошло через девочек а не через мальчиков мама и папа могли быть вот прадедушка и прабабушка могли быть кто угодно могла быть мама неандерталка папа кроманьонец мог быть мама кроманьонка папа неандерталец видимо бывало и так и так опять-таки это можно там сообразить по геномам но вот мальчики у них были какие-то фиговые а девочки были окей потому что ну потому что гибриды были все-таки наследство от этих гибридизаций мы видим ну вот то есть это как бы такие вот то что называется инстату на сценде такие виды которые только-только начали расходиться да если бы нам дали еще пару миллионов лет чтобы Африка и Евразия развивались независимо да чтобы не было там ну океан какой-нибудь если бы был между Африкой и Евразией вот такой непереплываемой то у нас были бы вот отдельно вот было бы две ветки человечества может быть даже три там неандертальцы с денисовцами еще как-то взаимодействовали но две как минимум вот была бы кроманьонская ветка в Африке и неандертальская ветка в Евразии ну а поскольку наши сюда ломанулись то частично гибридизовались а частично по-видимому гандошили ну вот человек последняя модель да сколько-то десятков тысяч лет что мы за это время наэволюционировали ну кто же знает у нас же нету массовой популяционной генетики людей там 50-ти тысячелетней давности вот поэтому на этот вопрос тяжело довольно отвечать а нам кое-что известно ну во-первых простая вещь у нас дуплицирован геномелазы это фермент который позволяет питаться картошкой там зерном вот всем всем где много крахмала а другие животные не умеют этого? нет они умеют но они этим занимаются менее интенсивно то есть исходный ген был у всех но у нас его несколько копий соответственно продуцируется больше белка ну то есть это фишка которая позволяет это фишка которая позволяет позволяет есть всякие вот такие вот значит крахмалистые корни вот это все дополненный источник это из простых ну диета поменялась и отбор способствовал тем у кого эта дупликация происходила приобрели способность пить молоко взрослые из таких тоже простых примеров потому что ну не все там у большей части человечества все равно молочная непереносимость лактозы но вот те популяции которые перешли к скотоводству у них случилась мутация которая им позволила пить молоко взрослым без расстройства желудка причем вот это как раз недавняя история это относительно недавняя история да это она совсем недавняя так сказать это ну вот у китайцев этой мутации нет да вы там в Китае никого молока в магазине днем с огнем не найдете а дальше люди смотрели например смотрели какие гены в нашей ветке эволюционировали быстро и это немножко спекулятивная работа им там как бы не очевидно что им надо верить так сказать сходу но там оказалось довольно вот среди таких генов оказалось довольно много генов связанных с разными психическими функциями там агрессивность там какие-то коммуникативные способности я не помню их там этих статей было много я их так все подробно не смотрел то есть какие-то гены связанные с когнитивными особенностями по-видимому у нас их эволюционировали быстро конкретно сказать что вот этот конкретный ген там с такими-то свойствами там мы не можем потому что мы вообще очень плохо понимаем генетику там развития психических функций Вот Но во всяком случае мы видим, что вот как группа генов Вот эти эволюционировали действительно быстро Там гены иммунной системы, понятное дело, эволюционировали Они все время эволюционируют, тут никакой специфики Нету Значит, известно, что люди рождаются недоношенными В сравнении с обезьянами Ну, потому что прямохождение, узкий таз И чтобы он пролез, он должен родиться Раньше И от этого много разных возникает Последствий Там одно социальное, поскольку ребенок недоношенный Мама должна о нем заботиться, так сказать, дольше И гораздо фундаментальнее Поэтому возникают какие-то социальные связи Потому что мама, которая заботится о ребеночке человеческом Он не будет там сам за маму цепляться ручками Значит, его надо на руках носить Ну, понятно, шимпанзенок, он сразу зацепился за шерсть А дальше мамашка там бегает, прыгает А он на ней висит, все окей А, значит, человеку надо в руках носить Он там сам не удержится Ну, с этим маленького вот этого То есть есть большая наука про то, как связано Вот это вот, она такая наркологическая Она, наверное, довольно спекулятивная Но на вид очень разумно Да, что вот длинный период зависимости Абсолютной зависимости ребенка от матери Сильно ограничивает мать Значит, появляются какие-то социальные взаимодействия Потому что окружающие должны эту мать В это время кормить Там, соответственно, усиливают социальные связи Это мощный драйвер когнитивных способностей Потому что вообще понимать Социальные связи требует довольно большого ума Ну, так, из общих соображений А, то есть ты зависишь от других людей Ты зависишь от других Поэтому ты должен все время, так сказать, иметь в виду эту группу Понимать, так сказать, там, кому можно доверять Кому нельзя доверять Вот, в общем, это есть много такой вот классической антропологии Которая это обсуждала Ну, просто сравнивая там Группы шимпанзе и какие-то племена людей А дальше оказалось интересно Потому что если мы теперь смотрим, как работают гены в мозгах То оказывается, что очень похоже Это чуть-чуть недоделанная работа Там последний эксперимент не был доделан Вот Что похоже, что если мы берем ребеночка Вот только что родившегося человека И смотрим, как у него гены работали в мозгах Но для этого какая-то трагедия должна случиться, понятное дело Вот эти вот траектории работы генов у людей сдвинуты По сравнению с шимпанзе и с макакой Это делали там, я был с автором в этой статье, но не главным А это делал там Филипп Хайтович Который Траекторист, если последовательность исполнения По времени, по времени, да Мы смотрим, так сказать, мы берем такой временной развивательной профиль Просто для каждого гена меряем интенсивность его работы Ну, там, по дням Это не означает, что у нас есть один мозг Из которого мы можем брать все время, каждый день Это означает, что у нас есть образцы мозгов разного времени И мы их всех накладываем вот на одну прямую И для каждого гена у нас есть такой профиль Дальше мы их можем там по-разному кластеризовать Говорить, что вот эти гены как группа включаются там в такой-то момент В общем, дальше к этому можно применять разный анализ данных Ну, вот у нас есть группа генов, которые в какой-то момент включаются Мы берем те же самые гены и смотрим, а что у шимпанзе и что у макаке И что там? И оказывается, что люди сдвинуты Там шимпанзе с макакой очень похожи Траектории работы генов у шимпанзе и макаке примерно одинаковые А у шимпанзе тоже похожи То есть у человека, извините, я говорил Тоже похожи, но только надо сдвинуть Вперед или назад? Ну, в более ранние Я сказал Люди рождаются недоношенными То есть вот человек, которому один день Это как шимпанзенок, которому минус месяц Наблюдаемые обезьяньи и траектории Это хвосты человеческих Потому что человеческие мы видим раньше Ну, человек мы отмеряем от рождения человека А шимпанзе мы отмеряем от рождения шимпанзе Рождение шимпанзе в человеческой шкале Это примерно там два месяца То есть люди медленнее Люди рождаются менее сформировавшимися Вот И мы это видим просто вот тупо глядя на работу генов И там интересно, потому что На этих стадиях, собственно, основное отличие И это как бы был такой нетривиальный результат Там все эти вот машинки В отличие от компьютера Где я как включил, так оно и работает Ну, так в идеале, во всяком случае Вот все биологические инструкции И все биологические машинки Работают с диким количеством шума В смысле информационного? Информационного, да Все время читается чего-то, чего читаться не должно Просто на фоновом уровне Там индивидуальные клетки Которые, по идее, должны быть дождественны На самом деле отличаются довольно заметно Там уровень какого-нибудь белка Может болтаться в два раза Who cares? То есть это как если бы компьютер выполнял какую-то программу Но параллельно со случайной стройкой Из других программ С одной стороны так С другой стороны Если мы одну и ту же программу запихиваем В 10 разных компьютеров То у нас так результаты похожи Но не совсем Ну, если очень плохая программа То так бывает, да Когда она там Какую-нибудь берет ячейку из массива Которая Ну, раньше вот в фортране так было Я не знаю, как сейчас Сейчас, наверное, языки программирования Не разрешают это делать А вот в фортране было сплошь и рядом Там ошибся в вычислении индекса И взял значение в массив Там из случайной ячейки Ну, что в ней лежало Вот то и взял Ну, и программа, понятное дело, работает Неустойчиво Вот клетка всегда работает неустойчиво Это встроенная, так сказать, фича Это не бак, а фича И в этом есть много разного смысла Потому что Ну, во-первых, есть просто термодинамический предел Что вы можете сделать все процессы там Очень точными Но вам надо будет тратить на это практически бесконечную энергию И в какой-то момент оказывается, что Уж пусть оно лучше шумит Потому что мы иначе эту бюрократию просто не прокормим Ну, как всегда, да На то, чтобы вынуть последние 10% налогов Тратится 90% усилий налоговой инспекции Это там закон Парета, который выполняется всегда Ну, там, одна из инкарнаций закона Парета Вот Как бы первая история Вторая история Что иногда бывает так Что этот шум Просто является Вот уже встроенной фичей в серьезном смысле Когда Вам специально нужно Чтобы в генетически Однородной популяции Были, тем не менее, разные клетки Популяции генетически абсолютно одинаковые Это бактерии, они одноклеточные У них там никаких тканей нет Вот этих разговоров про разные стадии нет Но вы хотите вот что Вы хотите Значит, популяция клональная Кто из нее выживет, неважно С генетической точки зрения Потому что они все одинаковые Любая клетка выжила Дала начало новой популяции Ровно такой же А тогда вы хотите, чтобы клетки были разнообразные Чтобы при изменении условий Не умирали все одновременно Вам нужно, например, кто-то Кто в этот момент дремлет И не очень активен Тогда, если условия изменились Все активные померли А которые дремали На них это не очень воздействовало Вот они выжили Есть специальные механизмы Генерации вот этого разнообразия Которые с точки зрения программы Это чистый шум У вас одна и та же программа Выполняясь в разных клетках Приводит к совершенно разным последствиям ДНК одинаковое И это эволюционная фича То есть те бактерии У которых была эта особенность Они были более устойчивы Потому что изменение внешней среды Убивало только часть колонии А другая часть колонии выживала Прикольно А которые так не умели Они помирали целыми городами И есть просто специальные механизмы Порождения вот этого фенотипического разнообразия При условии генетической идентичности Есть еще такой шум Но вот я говорил Что все время Чего-то немножко считывается Да вот-вот Все время Исполняется все время Есть как бы основная программа Которая исполняется А все время Чуть-чуть еще исполняются Немножко другие В качестве фоновых процессов И большинство из них дурацкие И бессмысленные Это чистый шум Никого смысла в нем нет Но время от времени Оказывается Что какой-то транскрипт Оказывается полезным Да вот Просто по случайным причинам А дальше Значит на него начинает действовать отбор Он становится Вот как только что-то Оказалось хоть чуть-чуть полезным В этот момент включается Механизм положительного отбора И в нем мутации Которые происходят Которые там Увеличивают его полезность Они с дикой скоростью отбираются То есть отбору нужна маленькая зацепка Чтобы начать работать После этого Это работает с нечеловеческой эффективностью Похоже на алгоритм Ютуба В смысле Если вас заветило 100 человек То дальше понеслась Да В общем Да Да Наверное Вот И оказывается Что этот шум Он еще очень мощный механизм Генерации всякого нового Да вот Откуда берутся новые гены Такие совсем новые Ну вот по-видимому Примерно таким способом Ну то есть это Способ разнообразить гены Не только При помощи Гендерного скрещивания Ну во-первых Есть скрещивание Там есть копирование генов Там есть разные способы Откуда берутся новые гены Там основной По-видимому Дупликация просто Был один ген Получилось две копии И они начали приобретать Немножко разные функции Но иногда бывают гены Которые возникли Вот совсем динного Просто из воздуха Из ничего Примеры Их мало этих примеров Но они есть И когда мы смотрим Такой ген Который возник из ничего Вот его не было То мы видим Что на самом деле Последовательность была Примерно такая Вот мы берем там Человек и мышу Берем человек Специфичный ген Смотрим Что на этом месте Было у мыши ДНК была Примерно такая же Вы по последовательности Видите Что это та же самая ДНК Только у человека Она работает как ген А у мыши Не работает Потому что Вот за счет Видимо Да это домысл Но вот видимо За счет вот этих Вот случайных Когда все время Чего-то немножечко Работает И все время проверяется На то что А не получилось ли У нас случайно Что-то разумное Хочется сравнить Вообще Это очень интересно Как именно биология Отражается на социуме И на культуре Вы про это В частности Тоже рассказали Но Это не совсем Моя наука Но можно трепаться По этому поводу Да Ну вот Если Опять-таки Обывательское Представление В эволюции Основной Движущий механизм Это половой отбор Это конкуренция Нет Ну почему половой отбор Бактерии нет Никого полового отбора А они эволюционируют За милую душу Нет Основной механизм Это конкуренция Друг с другом За что собственно Дарвина Значит не любят Левые Как вы говорите Что Беда состоит в том Что Я не помню Кто это сказал Что Зайцу не надо бегать Быстрее чем волк Зайцу надо бегать Быстрее чем другой заяц Поэтому Основной Механизм Отбора Это конкуренция Между Значит Особами Это может быть В Значит Популяции С половым размножением Это может быть Популяции Без полового размножения Ну я может Неправильно сказал Побеждает тот Кто больше Размножился В итоге В конечном итоге Побеждает тот Кого было больше внуков Да Вот Это не Половой отбор Нет Половой отбор Это Совершенно другая История Половой отбор Это Ну так Цинично говоря Половой отбор Это то что говорят Когда невозможно Придумать никакой Другой причины Для отбора Но зачем Павлину большой хвост Незачем Да Он там летать не помогает Бегать не помогает От хищника Спрятаться мешает А он ездит Почему такой большой хвост Ну потому что Был половой отбор И девочкам нравилось Что бывает половой отбор Мы знаем Мы можем просто Поставить эксперимент И увидеть Что самки предпочитают Там самцов С какими-то свойствами А с другими Не предпочитают Но Если им никаких других Самцов не давать Ну окей Сойдет и этот Вот Вот это Половой отбор Половой отбор работает Вот вы спрашивали Про человека Тоже несколько лет Была работа Значит Они определили Геномы там Большого количества Таких коренных Жителей Англии Ну Британии Острова И именно коренных И таких вот Про которых еще старались Чтобы они так и жили Вот на одном месте Вот не в Лондоне смотрели А в каких-то там Деревнях Вот в разных графствах Насколько можно было Это проследить А когда у вас есть Много-много Современных генов Вы можете посмотреть Следы отбора Это что значит? Вы можете смотреть В какую сторону Менялись Вот Какие свойства Какие варианты генов Накапливались Со временем И посмотрели Значит На какие гены Действовал отбор Отбор действует на гены Это означает Что Исходная частота Вариантов Вот был ген У него было два варианта Один в каком-то проценте случаев А другой в оставшемся проценте случаев Там есть случайные Если это ни на что не влияет Там Случайное блуждание И можно Можно легко посчитать Там в зависимости от размеров популяции Параметры этого случайного блуждания Там Когда она у стенки упрется Это все делает Но может оказаться Что эти частоты Меняются быстрее Чем Мы бы ожидали В модели Когда Блуждание случайное Когда Ген ни на что не влияет Ну этот вариант Ни на что не влияет Нейтральный И тогда мы говорим Что действует положительный отбор В пользу того варианта Который накапливается Вот быстрее Чем если бы он случайно накапливался Ну то есть мы видим Что в одном и том же месте Геномы Грубо говоря Все чаще встречается единичка Ну условно говоря Да Исходно там было там пополам А единица Значит Она может Еще раз Тут на самом деле тонкая вещь Эта единичка Может начать встречаться Чаще просто по случайным причинам Потому что Ну случайно блуждает Вот эта частота А тут она начинает Встречаться чаще Быстрее Чем если бы это было случаем И что же происходило в Англии Британии На острове Британия Значит Во-первых Под положительным отбором Эволюционировали Гены иммунной системы Ну это понятно почему Они все время быстро эволюционируют Потому что все время новые патогены Там у нас все время надо Иммунная система Все с дикой скоростью Пытается догонять патогенов Да это понятно Это всегда так бывает Это щит и меч Такое Да нет Это всегда так бывает Вот в любом таком исследовании Всегда гены иммунной системы Выскакивают Значит Дальше отбор На острове Британия Шел в пользу вариантов Которые способствуют Высокому росту Светлым волосам И голубым глазам Вот это я подозреваю Чистый половой отбор Высокий голубоглазый блондин Наш выбор Ну или блондинка Окей Ну во всем случае С точки зрения Коренного жителя Британского острова Да просто понятно Как устроен идеал Значит мужской и женской красоты В Британии Все знаем И в их вкусе теперь Да Ну в средненном Кому-то может нравиться Маленькие черненькие Но в среднем Вот так Вот Вот это вот половой отбор Когда признак Неадаптивный Вот с точки зрения Физиологии Но почему-то Он там страшно распространен Про животных И про человека в том числе То есть мы можем Сказать Что мы в основном Заточены Под то Чтобы оставить Больше потомков Как бы это Ну Просто тот Кто был заточен На то Чтобы оставить Меньше потомков Он их не оставил Он их не оставил Окей Логично Его очень незатейливо Логично То есть это то Как устроена Эволюция В биологическом смысле Это то Как дедушка Дарвин Объяснил Почему эволюция Вообще происходит И мы с этим Примерно согласны Да мы с этим Совсем согласны Вот Но при этом Последние там Тысяч Пять лет Существует То что мы называем Цивилизация Да И здесь Как бы получается Внешние факторы Немножко другие Уже действуют На человека Ну да Чем Скажем Чем это Отличается Вот Биологических Вот наших Особенностей Ну давайте Опять таки Как дедушка Дарвин Дедушка Дарвин Как известно Начал с того Что он там Наблюдал за породами Голубей Черепах Не-не-не Не черепах Вы имеете ввиду Это Голупогосские острова Только не черепахи А даже на юрки Наоборот птички На черепах Он не смотрел Он смотрел На каких-то Гигантских Млекопитающих В Южной Америке На птичек На Голупогосах Но первые главы Книжки Присхождения видов Это книжки Про искусственный отбор Искусственный отбор Это то что человек То что человек отбирает Да Породы собак Там я не знаю Корги Ну вот мы видим Что Цивилизация Откладывает Глубочайший отпечаток На разных живых существ Да Там какие-нибудь Голуби Там турманы Там как они называются Да Которые Выпустите этого турмана Турманы что такое Голубь Который когда летает Он так вот вертится У него То есть искусственный отбор Конечно Очень сильно влияет И от естественного Отличается очень сильно Значит Применительно к человеку Искусственного отбора Слава богу Большую часть истории Человечества не происходило Значит Дальше там начинаются Куча всяких Этических По этому поводу Рассуждений Гуманитарии вообще Очень нервничают Когда термин отбор Применяется к человеку Они сразу начинают Говорить фашизм Фашизм Вот Так особо не разбираясь Но вектор отбора Изменился Да Там я не знаю Ну банальная вещь Что от жизни в городах Появились новые типы патогенов Да Когда люди живут Большими Большими группами В одном месте Плотно И не очень санитарно То они болеют не так Как люди живут Маленькой группой в лесу Потому что болезни Быстрые ульсанеры Болезни быстрые Ну это охрана Чума появилась Там 10 тысяч лет назад Когда начали Появились первые Большие города То есть просто Чек болеет Другими инфекционными болезнями И соответственно Иммунная система Приспосабливается К другим инфекционным болезням А вторая история Ну там поменялась диета Поменялся Опять-таки Приспособление К новому типу диеты Да Ну вот Я говорил Дупликация гена Мелаза Ну это Следствие того Что стали есть Там какие-то Крахмалистые корни Я не знаю Когда это произошло Когда к этой диете Перешли вот Собиратели Наверное да Потому что Собиратели Это уже тоже есть До всякого Сельского хозяйства Да там Появилось скотоводство Появилась Переносимость Лактозы У скотоводческих Как раз Премен Видимо Видимо Это довольно Тяжелая штука Большая нагрузка Просто на мозги Думать надо Вот Ну вот про это Надо думать До появления Там высшей математики Это по-видимому Было самое сложное Про что надо было думать А как быстро Происходят эти Ну кто знает Не понятно Нет Изменения эволюционной В иммунной системе Происходят быстро Просто на глазах А какие-то еще Кто знает Тут как бы Есть несколько Разных эпизодов По большому счету Да есть там Неолитическая эволюция И там переход К вот оседлым Появлению городов Там Земледелие На одном и том же месте Какие-то монокультуры Вот это все Да Это как бы Один отбор А там Переход к Современной цивилизации Там западного типа Совершенно другой отбор Потому что Ну Классический пример Я его всюду рассказываю Когда Такие Ну там Словно говоря Первобытные племена Там какие-нибудь В Южной Америке Переходят к современному Образу жизни У них начинается Эпидемия ожирения Исторически Обычно Большую часть Времени эволюции Человека еды не хватало И все Механизмы Были заточены На то Чтобы Ничего не тратить Ничего не транжирить Все запасать Сберегать и экономить Сберегать и экономить Когда у вас появился Макдональдс Ну или там Потом исчез Вот На месте него Тоже какая-то еда Только какая-то другая То вот Эта проблема Ушла А Физиологические механизмы Остались старые И человек там Наедается Впрок Но только Этот впрок Никогда не наступает Потому что Он завтра Точно так же Наедается По-видимому Вот эти вот Варианты Которые Это предсказание На самом деле То что я сейчас говорю Это предсказание Можно через 200 лет Прийти и проверить Но Вот эти варианты Которые способствовали Там запасанию Жира И Крайне экономному Использованию Калорий На которые Отбор действовал Вот эти вот Там Тысячи лет Сейчас я думаю Вектор поменялся И сейчас Как раз Хороши варианты Которые Способствуют Тому Чтобы еду Просто сжигать Бесцельно Да Вот есть такие Счастливые люди Которые там Едят там стейки Запивают пивом Там я не знаю Там Не занимаются В фитнес-клубах А они такие Тем не менее Стройные И замечательные Это человек будущего Это человек будущего Но посели Этого человека На тысячу лет назад И он будет Сильно голодать Сильно страдать Там При любом голоде Потому что Ничего не запас Зимой Зимой Ну или Там не урожай А сейчас Наоборот Ну понятно Потому что Там Увеличение веса Там штука Которая Хрен с ним С половым отбором Это Даже не так Честно Ну это Простительная нагрузка Там риск диабета Там я не знаю Там много чего С этим связано Вот Вот я думаю Что вектор отбора Просто вот Радикально поменялся В этом месте Соответственно Те гены Те варианты Про которые мы знаем Что они способствуют Ожирению Они будут Они сейчас становятся Релевантными Потому что Появилась опасность Этого Ожирения Ну там Увеличение веса Я не знаю Я все время путаюсь Какие слова Еще можно говорить А какие уже нельзя Про биологию Очень трудно так разговаривать Вот А тем не менее Вот предсказание Стоит в том Что Эти варианты Будут вымываться А вот информационная эра То что Ну не знаю Я на себе это испытываю Я большую часть Из чести забываю Очень быстро Потому что знаю Ну потому что голова маленькая И в ней все не помещается Быстро могу найти А С одной стороны Да Как бы Нет нужды Все это в голове Держать Да там Таксисты перестали Знать город Вот Была какая-то история Что Смотрели У лондонских Таксистов Да Тот отдел мозга Который отвечает За пространственные Эти самые Был как-то Там хорошо работал Увеличивался Буквально в кубиках Ну Или успешными таксистами Были те У которых эти кубики Были исходно большие Ну Окей А у которых Эти кубики были маленькие Они разорялись Как таксисты Потому что они Все время ездили не туда Может быть Там Как это все будет устроено На самом деле Не очень понятно Там стандартный вопрос Который себе задают Как связаны успехи медицины Там С общим состоянием Человечества Генофонды человечества Ответ связан Плохо Потому что Чем Ну опять сейчас Набегут гуманитарии Будут говорить Что это там Древнегреческая Спарта Фашизм И все это ужасное Но тем не менее Детский факт Стоит о том Что там люди Которые там Раньше бы не выживали Либо с одним Сильным генетическим Дефектом Либо по совокупности Большого количества Маленьких Основная же вещь Это не серьезные болезни Которые мы там Научились лечить Фенилкетонурия Какая-нибудь Ну не лечить Но во всяком случае Не давать проявляться Более точно Это как бы Одна история А вторая история Что все время же накапливаются За счет случайных мутаций Мелкие дефекты Которые делают Человек Вот не то что он там С очевидным диагнозом А он просто Чуть больше Чуть-чуть Чуть-чуть худше соображает Чуть меднее бегает Чуть-чуть И когда отбор Злой То он даже Эти слабовредные Варианты Эффективно элиминирует Да в ком-то их Случилось чуть больше И все Ему кердык Его там тигр съел А когда отбор Ослабевает То они накапливаются За счет случайных мутаций Элиминируются они Менее интенсивно И поэтому Генетический груз Вот на человечество В целом Ну на западное человечество Для начала Для простоты Он видимо растет Я Ну он не может не расти Цифры надо смотреть Мы достаточно Не настолько хорошо знаем генетику Чтобы это Уметь хорошо померить На самом деле Слабовредные варианты Их очень трудно Отличить от нейтральных Вот формально глядь Вот Но Из таких Просто из здравого смысла Ясно что Генетический груз Должен расти А у каждого человека Этих вариантов много Да там Были оценки Я не знаю Они старые Но по-моему Они сохранились У каждого человека Примерно там Сотня Плохих вариантов Просто битых Неработающих генов Всего и 20 тысяч генов 25 Вот сотни из них Просто поломанные Они для чего-то нужны Потому что у других людей Они нормальные Вот у каждого конкретного человека Примерно 100 генов поломан Очень сложная система С диким количеством Обратных связей Нормуль Но вот если поломанных генов Не 100, а 200 То ты уже начинаешь Ну как Там Вот Город И в нем улицы ремонтируют Если 2 улицы ремонтируют Норм А если 20 улиц ремонтируют Независимо в разных местах А уже все равно пробка Ну то есть медицину главное не профукать Не профукать Мы с одной стороны Медицина становится все лучше и лучше И там люди с какими-то генетическими проблемами Живут как нормальные люди Да мы просто компенсируем А там какие-то когнитивные особенности Мы компенсируем за счет там Лучшей педагогики Да когда вам не надо талмуд запоминать Наизусть Значит И поэтому Такая вот безумная память не нужна Да чтобы стать настоящим мудрецом Вот Нужны какие-то другие навыки Там я не знаю Уметь искать Быстро строить связь Вот Но тем не менее Да Вот Но общий генетический груз Увеличивается Поэтому человечество По-видимому Средним Таки да Должно неминуемо становиться Вот чисто генетическую компоненту Если смотреть Значит Генетически слабее Там более подвержено болезням И Глупее За счет социального прогресса Мы это компенсируем Ну потому что там в любом сложном признаке Есть генетическая компонент А есть социальная Ну приобретенная Вот А где это устаканится Никто не знает Ну где-то будет новая точка равновесия Ну как Нет Поскольку цивилизация все время меняется То даже точки равновесия не будет Потому что пока мы идем К той точке равновесия Которая была бы для нашей цивилизации И сейчас Точки равновесия Прошло сто лет И уже все поменялось нахрен Вот Ну будет какое-то движение В каком-то направлении Да Мы когда про все это разговариваем Особенно про То как гены Запрограммированы Как они запускаются С одной полочки С другой полочки Все по очереди Сложно очень Мне избавиться от ощущения Что Человек это биоробот Какой-то А вы к этому как относитесь? Спокойно Я как-то в этих терминах Не очень думаю Я не понимаю Что такое биоробот Ну Типа штука Про которую мы понимаем Как она устроена Нет Ну ровно наоборот Мы на самом деле Ни хрена не понимаем И Ну опять Я это много раз говорил И всегда повторяю Что Значит биология Современная биология Сделала колоссальный прогресс Который в основном Состоит в том Что мы Понимаем все меньше Объясните Если считать Что мы умеем Мерить понимание То В абсолютных единицах Мы конечно понимаем Все больше И там Рост Ну Госпонициальный Это у нас числитель увеличивается Но с каждым пониманием На знаменателе у нас увеличивается Еще быстрее С каждым новым пониманием Видно Какое есть еще колоссальное поле Про которое даже непонятно Как подступиться Поэтому у нас числитель растет Вот понимание у нас растет Но знаменатель Общее поле биологии У нас растет еще быстрее У нас появляются области Про которые мы просто не подозревали Что они есть Поэтому относительно Наше понимание Похоже Что уменьшается У Линес Левенгук Все было хорошо С биологией Даже у Иоанна Петровича Павлова Все было отлично А мы теперь Ни хрена не знаем Если почитать Какие-нибудь книжки Столетние давности Они очень категоричные Сейчас хорошая Биологическая книжка Она Безумно занудная Потому что Длинное перечисление Того что на самом деле Там непонятно Ну хороший обзор Даже не Оговорочек Хреновый туч Оговорок Но это зато азарт Да Нет Это очень Это Но это некоторый отбор тоже Потому что есть люди Которые в такой ситуации Нервничают Когда Ты там бежишь Изо всех сил Ну это как Это вот Продокс Красной Королевы Ты бежишь Изо всех сил И при этом Ну тоже Вот есть там Продокс Ахиллеса и черепахи Ахиллес добежал Черепаха отползла Ахиллес пробежал Этроста Черепаха отползла Вот Отлично А теперь представим себе Что все то же самое Только черепаха бежит Бестрее чем Ахиллес Ну там есть люди Которым это действует На нервы Они не могут заниматься Биологией Это может демотивировать Действительно А биоинформатика Может посчитать Как появилась жизнь Нет Это не вопрос биоинформатики Это вопрос все таки К экспериментальной биологии Такой биохимии То есть обратную Какую-то вот Я сейчас скажу Что биоинформатика может Значит это вопрос Биохимикам И они этим успешно занимаются Есть чудесная книжка Я всегда рекламирую Тоже Михаила Никитина Происхождение жизни По-русски Вот там Все самые современные По этому поводу Соображения И экспериментальные данные Имеются Там в общем В первом приближении Даже понятно Как это могло бы быть И какие-то этапы Этого Вот А какие-то этапы Этого Там в пробирке Воспроизведены Что биоинформатика Может Она может прикинуть Как был устроен Она две вещи может Первая Она может прикинуть Как был устроен Последний общий предок Всех живых существ Современных Он не был Как бы первым Живым существом До него тоже была Целая история Но вот это Наш последний Последний общий предок Для нас Кишечные палочки Это одноклетка Это одноклеточный Несомненно У него не было Никакого ядра У него было Ну у него же был Основные генетические Механизмы У него были те же самые Там скорее интересно Как у него была Биохимия устроена Потому что основная Генетика была та же самая Транскрипция Транслят Основные процессы Уже все к этому времени Устаканились Это одна вещь Которую можно сделать Но дальше Если мы включаем Еще вирусов То по видео Мы можем смотреть Немножко глубже Опять-таки Есть другая чудесная Книжка Логика случая Евгения Викторовича Кунина Ее лучше читать По-английски The Logic of Chance Она там доступна В интернете Но можно читать Русский перевод Там проблема с переводом Что разные главы Переводили разные люди И не было одного редактора Такой был Community project Когда просто Вот люди собрались И перевели Потому что книжка очень хорошая И всем хотелось Но из-за этого Скажем там терминология Просто не везде выровнена Да там Вот Ну можно по-русски Не страшно Вот Значит И с вирусами Можно залезать Немножко глубже Потому что Например Когда мы глядим На вирусов То становится Совершенно понятно Что сначала Была РНК Была РНК А потом была ДНК А вирусы Это без оболочки Вирусы Нет Вирусы бывают Оболочки Бывают без оболочки Но вирусы без собственных механизмов копирования Клетка Это вот Программа вместе с железом А вирусы Чистая программа Без железа Ну так Есть совсем условие И дальше мы видим Что по всей видимости Скажем ДНК Изобрели вирусы Потому что Вот это вот Белок Который Копирует РНК И в информационном смысле С точки зрения генома Это чисто Это просто копия А с точки зрения химической Мы ДНК Копируем В РНК Наоборот Извините РНК Копируем В ДНК И это Вот можно Изучая вирусов Можно прикинуть В какой момент Это появилось И это такое Относительно позднее Изобретение То есть у Луки Вот у последней У последней нашей Клетки Которая была Нашим последним предком У нее все нормально ДНК И геном И вот основные механизмы Те же самые Лука это акроним Да Last common Last common Лука The last universal common ancestor Это Лука Вот А У вирусов Вот есть вирусы Которые У них геном РНК Когда вы говорили ДНК Геном и ДНК Одно и то же или нет Но это не одно и то же Например Потому что есть Вирусы У которых РНК 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 Строка Все отлично Вот И вот вроде бы Скажем Если глядеть на вирусов То становится ясно Что первая информационная Молекула Была РНК Но это из других Соображений тоже было понятно Но из этих тоже А ДНК Это вот какое-то Более позднее изобретение Когда стали разделять Вот оперативную память И Долговременную Как она называется В компьютере Я не помню Долговременную В голове она По-моему называется Долговременную Не важно Вот И ДНК Хороша тем Что она более устойчива Просто химически Она более устойчива К случайным изменениям Она просто меньше рвется И Механически И механически Да Вот Поэтому вот ДНК Когда их Ну там Тот кто Белки которые Копировали РНК И делали РНК Которые были у вирусов Которые были Вот в этом Первоначальном мире Которые мы очень плохо понимаем Вот эти же белки Вот В какой-то момент Что-то в них случилось Они стали делать ДНК Копию По РНК А видим мы это Очень просто Мы берем все эти родственные белки Это большая группа Родственных белков Там РНК И ДНК Полимеразы Ну вот Которые копируют А дальше мы берем Все эти родственные белки Там Их сравниваем Строим Для них Филогенетическое дерево В каком порядке Они расходились И видим Что ДНК Которые делают Белки Которые делают ДНК Копию По РНК Это маленькая ветка Внутри этого большого дерева Которое делает РНК Копии По РНК Раз это маленькая ветка Внутри большого дерева Значит Это более поздний изобретение Все Понятно Короче Значит Мы на самом деле вышли Я в самом начале должен был это сказать Мы вышли на самом деле На интересную тему Просто это надо произнести Зафиксировать Вот я когда говорю Что биинформатика Это набор приемов Это на самом деле Не совсем так Потому что Есть еще такая глубокая Настоящая биинформатика Фундаментальная Тру биинформатика И это как раз Эволюционная биология Это то что мы сейчас обсуждаем Вот всякие Древние реконструкции Вот попытки Там сопоставлять Современные Там геномы Или что угодно И понимать Как это развивалось Вот это такая Настоящая Тру Эволюционная Ну фактически Это эволюционная биология Сравнение чисел И выстраивание их В деревья Ну опять таки Не чисел А строк Строк Но чисел иногда тоже И в общем Поэтому мы живем В мире ДНК Точнее в нашей жизни Ну мы живем В мире ДНК Потому что Мир РНК Превратился в мир ДНК Потому что В какой-то момент Какие-то вирусы Научились Синтезировать ДНК Используя РНК Как Как матрицу И вот Наверное Такой Финальный Но важный И бесконечный Наверное Вопрос Вот эта жизнь Которая у нас Здесь существует Как бы То есть Чем она Уникальна С точки зрения Своей организации То есть Если бы Это было На другой планете С другой гравитацией Может быть С другими Химическими элементами Вот какие Именно Отличительные Особенности Наш Живых организмов Погодите Если говорить Про отличительные Особенности Давайте спросим Отличительные От кого И мы приплыли Потому что Нас не с чем сравнивать Ну что точно Было бы другим Значит нет Как могла бы быть Устроена другая жизнь Этого я не знаю Обязательно ли Нуклеиновые кислоты Обязательно ли жизнь Должна быть Углеродная Может быть Кремниевая Это да Это куча Вот каких-то Таких рассуждений Вот я просто Не умею Ну верно То что Давайте я начну С простого Верно То что Одни и те же Биохимические функции Можно реализовать Разными ферментами Это мы просто знаем Примеры Вот белки Которые работают В клетке Это обычно ферменты Они катализируют Какие-то химические реакции Та же самая Вот полимераза Про которые мы говорили Она катализирует Реакцию присоединения Очередной буквы К растущей молекуле Это матричный синтез Потому что Это буква Которая присоединяется Она непроизвольная А зависит от того Что в матрице В этом месте стоят Ну самое простое Значит Ясно Что Одни и те же Биохимические функции Можно реализовать Совершенно разными белками С разной структурой Ну вот Все у них будет разно А функция будет Одна и та же И Ну просто мы знаем Там кучу примеров У одних бактерий Эта реакция катализируется Одной группой ферментов А у других бактерий Эта реакция катализируется Другой группой ферментов Эти ферменты У них настолько разная структура Что невозможно вообразить Что у них был общий предок То что выбрались Вот эти 4 нуклеотида И вот эти 20 аминокислот Из которых Из которых все состоит С большой вероятностью Тут есть элемент случайности Значит Как мы это знаем Ну во-первых Мы знаем Что аминокислот На самом деле не 20 Потому что есть еще Некоторые редкие аминокислоты Которые тоже Они вставляются в белки И эта вещь детерминистская Она Вот Но это Не те стандартные Ну как Что такое 20 аминокислот Есть таблица генетического кода Когда каждым 3 нуклеотидам Соответствует какая-то Одна аминокислота Каждой тройке нуклеотидам Соответствует какая-то аминокислота Аминокислот 20 Потому что вот эти Те 20 аминокислот Которые закодированы Вот посредством генетического кода Всего этих троек 64 4 в 3 Там 3 из них Кодируют стоп Остальные кодируют аминокислоты Многие аминокислоты Большинство аминокислот Кодируются С несколькими разными тройками Которые с этой точки зрения Синонимичны Дальше оказывается Что есть еще другие аминокислоты Которые кодируются Таким же кодоном Но этот кодон Иногда считывается Как другая аминокислота И это такие вот аминокислоты Которым Ну как бы не хватило места В генетическом коде И поэтому они вынуждены Подселяться В другой кодон Там есть специальные Еще дополнительные сигналы Чтобы понять Что этот кодон читается Не так как всегда По-другому Вот в этом контексте То есть ясно Что те 20 аминокислот Которые имеются В генетическом коде Это некто Вот таких Основных канонических Это есть некоторая случайность Могло бы быть больше Могло бы быть меньше Сама структура Генетического кода Ясно что случайность Потому что мы знаем Что от него бывают отклонения Он в среднем универсальный И по-видимому Такой было Именно такой было Луки Вот последнего общего предка Ну правда Потому что он универсальный Но при этом От него есть более поздние отклонения Не очень существенные Но немножечко есть Структура генетического кода По-видимому Довольно случайная вещь Это то где Какие Ну вот какие тройки Как ДНК Как ДНК Пересчитывается в белок Генетический код Это то что связывает Инструкцию в ДНК Написанную в терминах нуклеотидов В функционирующие белки Которые состоят из аминокислот И считывается ровно так Смотрим на очередную тройку нуклеотидов Смотрим в таблицу Присоединяем к растущему белку аминокислоту Которая соответствует этой тройке Физически это не так естественно происходит Но В точке зрения компьютерной метафоры Это просто такая Как называется Это лукаптейбл по-моему Нуклеотиды по-видимому Вещь случайная Потому что люди делали следующее Ну вот здесь 4 нуклеотида Они образуют 2 канонических пары Т всегда стоит напротив А Г всегда стоит напротив С Давайте возьмем третью пару Давайте мы возьмем еще какую-нибудь пару нуклеотидов Которые там Почему как выбираются пары Там водородные связи Просто там Ну там тот же принцип Там ключ-замок Там симметричный Там как бы Две половинки разломанной монеты Которые должны подходить друг к другу И это пароль Вот здесь одна монетка разломанная Это пара АТ Другая монетка разломанная Пара ГЦ Давайте мы разломаем третью монетку Можно по-другому разломать еще Можно взять другую пару нуклеотидов Где тоже будут какие-то специфические взаимодействия Вот будут боковые группы Которые будут друг друга узнавать Ну выступы вот эти вот будут Ну и давайте мы вот сделаем Добавим в нашу ДНК-матрицу Таких неканонических пар И немножечко помутируем полимеразу Чтобы она научилась копировать Эти неканонические пары И оказывается отлично работает Вы можете сделать так Что у вас будет не 4 нуклеотида А6 То есть не 4 бита Ой, не 2 бита, а 3 получается Ну вот теперь вы давайте вычисляете Двоичный логарифм тройки У вас это сейчас не получится Но вы мне Нет, ну дело не в битах Ну то есть понятно, что те пары Которые мы наблюдаем Они может быть чем-то лучше других Может быть там был какой-то отбор Я не знаю Может быть когда вот там в этом первичном бульоне Где все это плавало Может быть эти две пары Остались не потому что это случайность А потому что Они действительно там по каким-то химическим Или физическим Или физико-химическим Причинам лучше ХЗ, не знаю Но Другие пары тоже было То есть набор нуклеотидов Возможно случайный Набор аминокислот Почти наверняка случайный Мог бы быть немножко другим В общем опции были Опции, ну видимо были Мы очень плохо это понимаем, конечно Но вот Оставаясь вот в рамках нашей системы Там нуклеотиды, генетический код Аминокислоты Видимо можно менять Ну что-то из этого Видимо могло бы быть по-другому Общие принципы Вот обязательно ли нуклеотиды, аминокислоты Может быть у вас можно там Что-нибудь кремниевое Там я не знаю Это я не знаю И никто не знает Ну и финальное про смерть Меня попросили спросить Про супербактерии у вас И апокалипсис О чем речь вообще Не знаю, не знаю Илья попросил Хуй с Илья Наш общий друг Илья Попросил спросить Про супербактерии Давайте его позовем И спросим, что он имел в виду Ну теоретически может возникнуть Супербактерии И все умрем Вот разговор пошел Мы все умрем Нет, ну мы все умрем Умрем ли мы от супербактерий Или от супервируса Или от супербомбы Значит Или просто от маразма Начальства Или там от потепления Климата Ну кто же его знает Так что же за супербактерии И почему они супер Ну нет Есть бактерии Которые там устойчивы К антибиотикам И там антибиотики Работают все хуже и хуже Окей Но человечество До 1930 какого-то года Жило без всяких антибиотиков И не вымерло Ну просто жило хуже, чем сейчас Поэтому если сейчас Квакнутся все антибиотики И появится супербактерия Которая никаких антибиотиков не боится Ну скорее всего мы не умрем Ну будет там большая эпидемия Ну была эпидемия чумы Половина населения умерло В Европе Ну вторая половина не умерла Сильно поменяли социальные отношения Говорят, что из-за этого На самом деле Черная смерть Была очень мощным толчком Как раз экономическим Потому что труд стал дорогой Да, раньше было много народу Они там как-то землю как-то обрабатывали А когда людей стало мало То вот начали появляться Какие-то механические приспособления Просто это все стало нужно Да, вот стал дорогой труд Вот Это я не сам придумал Это я в какую-то книжку Про историю средневековой Европы читал Вот Вирусы с большей вероятностью Могут выкосить Да, если Представить себе вирус Длинным инкубационным периодом Но при этом злой Человек две недели ходит И всех заражает А потом ложится и помирает Ну вот это трындец Возможно так не бывает Значит с большой вероятностью Очень длинный инкубационный период И очень большая летальность Это про взаимопротиворечивые Свойства Чтобы вы их не можете В одном вирусе сделать Ну то есть верховный генный инженер Это как там Одновременно скорость и импульс Померить Вот Возможно есть универсальный запрет На это Но это интересный вопрос Вот Там глобальное потепление Что-то плохое по-видиму Ну как сама по себе Так и потому что Социальные потрясения Не будет вызывать Михаил Гельфан Спасибо Спасибо вам Суперинтересно Надеюсь хоть какой-то Кусочек этого пирога Мы Свежий Попробовали Хорошо Спасибо Спасибо вам Друзья спасибо что посмотрели Подписывайтесь Жмите колокольчик Гребите лайк И новые выпуски не пропускайте Как видите у нас тут Ну Насыщенно Плотно Интересно По крайней мере так кажется Счастливо О-С-М-О-В-А